Европейский Союз принял 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер из-за агрессивной войны России против Украины, говорится в заявлении учреждения. Санкции, как ожидается, должны нанести дополнительный удар по способности Российской Федерации вести войну против Украины, нацеливаясь на важные секторы российской экономики и усложняя обход санкций. Эту и другие темы обсудим с исполнительным директором экономического дискуссионного клуба Олегом Пензиным, который присоединяется к нашему эфиру. Олег Владимирович, приветствую. Здравствуйте. Я вас также приветствую. Олег Владимирович, каждый раз, когда принимается очередной пакет ограничительных мер в отношении Российской Федерации, главный вопрос, который возникает, насколько эффективным может он быть и насколько этот пакет конкретно, который касается и предыдущих пакетов санкций, может помочь воплощать их в жизнь? Каждый новый пакет повышает эффективность ранее принятых санкционных ограничений, потому что в каждом новом пакете в обязательном порядке, это главная тема любого пакета, уточнение тех механизмов, которые дают возможность ужесточить санкционные ограничения и не давать возможности Российской Федерации их обходить. Ну вот, например, в 12-м пакете четко запрещается какой бы то ни было транзит товаров двойного назначения и товаров военного назначения через территорию Российской Федерации. То есть европейцы уже поняли, что любой транзит в адрес любой другой страны товаров двойного назначения однозначно приведет к потере мудрозиту и к тому, что эти товары останутся на территории Российской Федерации. Поэтому в 12-м пакете четко прописано никаких транзитных процессов, только жесткий контроль за этим моментом. Принципиальный момент 12-го пакета это то, что там впервые, ну вот в этом году, считайте, введены ограничения на новый сектор российской экономики. Речь идет об алмазном бизнесе. Об этом говорили очень давно. Первый раз об этом начали говорить, когда принимался шестой пакет, но тогда Бельгия была против, потому что существовали серьезные опасения того, что в случае ограничений по российским алмазам они с алмазной биржи в Антварпене уйдут на Китай или на Ближний Восток. То есть потребовалась очень серьезная работа, достаточно длительная работа по определению механизма отслеживания камней. Потребовалось отдельное решение J7 по контролю. Потребовалась четкая позиция и согласование ее с участниками рынка. И вот в 12-м пакете мы увидели эмбарго на российские алмазы и ограничение на реэкспорт российских алмазов в виде бриллиантов с весны следующего года. То есть это достаточно серьезный вопрос. Ну и сам факт принятия перед Новым годом 12-го пакета санкций является достаточно знаковым, потому что хочу напомнить, если за 22-й год было принято 9 санкционных пакетов, то вот за 23-й был принят 10-й пакет на годовщину начала активной фазы боевых действий. И 11-й пакет был принят, ну вот по сути, 21-го июня. Поэтому, по большому счету, вот это третий пакет, который принят в 23-м году. И Европа очень сильно хотела продемонстрировать консолидированное решение по отношению к и ограничительным санкциям, и российской агрессии. Было очень большое желание продемонстрировать, что Европа едина, несмотря на достаточно большие сложности в, скажем, нахождении консенсуса по этому пакету. Хочу напомнить, что этот пакет был немножечко задержан в его принятии и оглашении позиции Австрии. И тут Украина пошла навстречу Австрии, выведя из перечня спонсоров войны австрийский Райфайзенбанк, который продолжает работать в Российской Федерации. Так что, в действительности, этот пакет — это не только консенсус европейских стран, но и в определенной степени достаточно гибкая позиция Украины. Олег Владимирович, ЕС также ввел дополнительные ограничения на импорт товаров, приносящие России значительные доходы, такие как чугун, медная проволока, алюминиевая проволока, фольга, трубы и прокат. И также вводится запрет на импорт сжиженных углеводородных газов с 12-месячным переходным периодом. Как эти ограничения на эти товары повлияют на российскую экономику? Ну, в действительности, по сжиженному газу он будет наиболее ощутимым, потому что на сегодняшний момент общий объем экспорта с Российской Федерации в Евросоюз с сжиженного газа здорово вырос. Я думаю, что вот этот пункт, он в действительности будет достаточно значимым. Что касается ограничений металлургийных, скажем, тех или иных позиций и позиций цвет мета, об этом говорилось достаточно давно. Но это не всеобъемлющие ограничения, это точечные моменты, которые касаются ограничительных вещей. Но в любом случае это есть определенная подвижка, которая характеризует, что Европа нашла альтернативы замещения этих российских товаров на своем внутреннем рынке. То есть обычно, когда идет принятие подобных санкционных ограничений, ими, скажем, вначале идет серьезное согласование, а откуда же взять альтернативу. Кто будет поставлять на европейский рынок то, что будет выводиться в санкционные ограничения по отношению к Российской Федерации. И как только те или иные аспекты находятся, они сразу как бы идут пакетом в следующий санкционный список. Так что в данной ситуации это говорит еще раз повторяю о том, что Европа работает, Европа достаточно четко контролирует эти вещи. Кстати, хочу сказать, что не только европейцы, но и, например, Великобритания на сегодняшний момент значительно усиливает контроль за санкционными ограничениями и их исполнением, в том числе и британскими фирмами. В Британии вообще создан специальный орган по контролю за исполнением санкций. Аналогичный орган существует сегодня и в рамках Еврокомиссии. Более того, мы увидели, ну, это знаковая вещь, привлечение уже к уголовной ответственности ряд физических лиц, которые осуществляли обход санкционных ограничений. При этом не только в Европе, но и в Соединенных Штатах Америки. Британия заявила о том, что она будет намного жестче на сегодняшний момент контролировать обхождение санкций, собственно, физическими лицами. Так что эта ситуация тоже является достаточно знаковой с точки зрения развития санкционного процесса. Ничего не делается быстро. Все это очень достаточно длительный процесс. С другой стороны, Европа всегда отличалась достаточно сложными бюрократическими процедурами. Это является одним из элементов обеспечения демократического процесса. Поэтому то, что Европа очень небыстро решает эти проблемы, в какой-то степени было ожидаемо. Но раз она решила, она будет достаточно четко следовать в дальнейшем соблюдении этих санкционных ограничений. Субтитры создавал DimaTorzok